Город, который благодаря своему географическому местоположению всегда был административным центром полуострова и получил статус «Ворот Крыма». Город, который всегда развивался достаточно динамично, при этом сохраняя в себе следы былых культур. Ему есть чем гордиться. Это и его истории, и его жители. Симферополь. Для кого-то он стал родиной, для кого-то – добрым другом. И в первую субботу июня мы традиционно празднуем его день рождения. Как празднует день рождения родного человека или же просто близкого друга. Но сегодня мы отправимся в прошлое, чтобы вспомнить, как Симферополь отмечал свой юбилей двухсотлетия. Это программа «Крымские истории», и вспоминать вы будете вместе с нами. Я Вячеслав Анин. И я Эмилия Люлькун, и мы начинаем. Как тебя зовут? Таня. А в каком ты классе учишься? Во втором Г. А ты любишь свой город? Да, я люблю его, потому что я здесь родилась, и здесь очень красиво. А здесь живет мой дедушка с бабушкой. И мне очень нравится. Первое документальное упоминание о населенном пункте, находящемся на землях нынешней крымской столицы, датированное еще вторым веком до нашей эры. После вхождения Крыма в состав Российской империи в 1783 году было принято решение перенести центр новосозданной Таврической области в поселение Акмечеть, которое в 1784 году станет городом Симферополем. Шли годы, Крым стал частью СССР. Власти Советов уважали юбилеи и подходили к празднованию с размахом и скрупулезностью. В 1984 году Симферополь должен был отметить свое 200-летие. Подготовка к празднованию началась загодя, и об этой подготовке мы поговорим с непосредственным участником событий. В нашем эфире Николай Николаевич Смирнов, почетный гражданин Симферополя и Кички Мета, бывший первый заместитель председателя Симферопольского горосполкома. Здравствуйте. Добрый день. Как уже было замечено, все подобные праздники начинали готовиться намного заранее. Приблизительно есть данные, когда Симферополь начал готовиться к своему юбилею? Что я должен сказать, как быстро летит время. Уже 35 лет прошло, как мы праздновали 200-летие Симферополя. В том же время я хорошо помню 1974 год. В то время Симферополь был запущенным, запеленным городом. Наша речка Салгир, воспетая Пушкиным, как «Ольсхолер, вас увижу вновь брега веселого Салгира», была практически с точной канавой. И вдруг, как гром среди ясного неба, в 1974 году, в феврале, вышла статья разгромная в газете «Известия», где разнесли Симферополь в пух и прах. Если не ошибаюсь, именно там Симферополь был назван как «Симферопыль». Я его по-другому не называю, а называли Симферополь пыль. Поэтому после, как сейчас, а раньше отношение было к прессе, конечно, потрясающее. Сразу же после этой статьи было сменено руководство города. Это было 12 февраля на сессии Горсовета. Председателем горосполкома утвердили Владимира Михайловича Максимова, опытного комсомольского и уже и советского работника, а меня первым заместителем его. Перед нами была поставлена задача сделать Симферополь оборостовым городом. Ну, чего надо было начинать? Надо было найти то самое слабое звено, с которого надо было приступать. И, конечно, это сольер. Началось строительство, очень медленно, не было финансирования. Максимов, как председатель, постоянно мотался в Москву, там практически с шапкой бегал, собирал по копейке. То есть, в принципе, финансовая поддержка... Дошло очень медленно и плохо, наверное, года три. Все резко изменилось после прихода к руководству области первым секретарем Виктора Сергеевича Макаденко. Работы резко возросли. Ну, он человек опытный, человек решительный. И он был обозможен, все практически знали, что он является племянником Леонида Ильича Брежнева. Поэтому... Двери были всегда открыты. Да, и он сразу же ухватился, тоже засылал гир, собрал крупное совещание строителей и организаций, все там участвовали, и заставил всех принимать участие в реконструкции Симферополя. Это сейчас я их помню... Это уже так Симферополь готовился к своему 200-летию? Да, это к 200-летию уже пошла подготовка. Мы передали архитектурам, все здания, которые выходили на центральные улицы, им было поручено сделать на них паспорта. Как побелить, что покрасить, что убрать, что добавить. То есть, опять же, досконально все было распланировано. Паспорта по каждому дом. И они были вручены на сессии исполкома каждому руководителю. Потом вся площадь Симферополя была закреплена решениями исполкома, закреплена предприятиями, организациями, учреждениями, которые должны были постоянно, не дожидаясь, убирать это. Был определен чистый, так называемый, четверг. Почему четверг, не знаю. Все, как говорится, четверг, это был как бы санитарный день. Ну, потом уже все привыкли, уже убирали не только санитарный день. Тогда это надо было. Была комиссия, объезжала все временем. Все временем. Ну, поэтому уже в Симферополе начали говорить. Во всех, как говорится, уголках был известен Советский Союз. Нам пошли делегации, мы не знали от них отбоя. И писали уже... Делегации из союзных республик или из-за границы? Да, тогда союзные, Советский Союз. Ну, Советский Союз, да. Да, со всего стороны. Поэтому о нем стали писать не только все газеты, но уже прошла, просочилась и мировую прессу. Я просто один слушаю, почему расскажу. Был, я на работе был, вдруг звонок раздается с Комитета Госбезопасности. Николай Николаевич, к нам впервые в истории Крыма едет посол Великобритании с супругой и сестратором посольства. Приезжает он на поезде, 31-й, по-моему, это 8 утра, и уезжать будет 3 часа назад. И хочет встретиться лично с вами. Ни с кем. Только с вами. То есть прямо заявка пошла на вас? Прямо заявка, да. Почему? Не знаю. Почему? Что ты натворил? Я говорю, не знаю. Значит, так, будешь один с ними вести разговор, значит, ничего, никакой бумажки. Ничего не ври, потому что раз он едет, значит, он все изучил. И потом думаю, а куда же его везти? Предварительно советовались. А куда я его повезу? Потому что все-таки с 8 до 3 часов. Давайте, куда? Давайте в сторону туда, Ялты. Нет, там Фиолент. Там цех есть такой, который везти нельзя. Давайте на Севастополь. Там нельзя, там Фатон. Там тоже есть цех, который нельзя. Закрытый. А куда? Определили сороковую школу. Тогда она, у нас очень гремела сороковая школа. Все ученики к ней поступали. Школу. И был детский сад Аллы и Паруса. Там детишки с первого класса изучали английский язык. Но о каком селвере речи пока имя было. Когда закончил свое выступление, я говорю, господин посол, а что вы хотели посмотреть? Он говорит, сел, нет. Я говорю, вы что, весь? Да, весь. То есть от водохранилищей? Да, я, конечно, обрадовался. И мы с гостиницей Москва. Вот, жена, первый садовитарь, и я шли пешком. Думаю, до моста доедут, шмит. Нет, дальше, 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 дальше. Зашли до весеного дня, я там предусмотрел четыре букета, цветов, возложили в могиле неизвестного солдата. Времени уже, смотрю, мало становится, никакой сороковой школе речи нет. И завезли туда, завез их в Аллые Паруса. Там детишки устроили концерт. И они и уйти оттуда не могут. Я смотрю на время, уже смотрю, мы уже и на поезд опаздываем. Ну, как сказать, прекратите выступление, если они с интересом смотрят. Пришло, был начальник римского отделения железной дороги. Звонил ему, Валентин Алексеевич, будь добрый, придется, наверное, поезд задержать. Он говорит, ты что, сумасшедший? Это же расписание все меняется сразу. Насколько? Ну, минус 15, наверное, потому что мы вот не успеваем. Делай все, что хочешь. Мы быстро все-таки шепнули директорисе. Давайте заканчиваем. Закруглили, приехали туда, думаю, и поставили минуты на две. Расстались, думаем, ну что там будет. Дошел в то время почти до целований. Думаю, ну все, мне труба. Это 82-й год. Вы представляете, что было? Все потом, что прошло, несколько времени, где-то мне Макаренко вызывает. Николай Николаевич, зайди ко мне. Что такое? Вручает письмо посла. Письмо у меня есть, подлинник, и сейчас его храню. Где он с благодарностью благодарит меня, что я рассказал о Симферополе, что он очень доволен городом. Остался под впечатлением. Очень остался доволен городом. Что Салгир выглядит лучше, чем их темза. Дословно. Ну, подарил мне подарки, книгу и все. Вот так оно, как говорится, наш прославился Салгир на весь... Ну, в каком-то мире наш Салгир. И все с ним и город Симферополь. Город Симферополь в 200-летию был награжден орденом Трудового Красного Знамени. К этому вопросу и этой теме мы еще обязательно чуть-чуть подойдем. Все, я больше на этом. Но хотелось бы еще обратить внимание, что и культурная подготовка очень интенсивно шла. Помимо множества объектов, которые были построены к 200-летию Крымской столицы, была еще одна творческая, креативная идея создать аудиопластинку, посвященную тоже Симферополю. И вот как раз-таки о создании поговорим с гостем в нашем зале. Алексей Аникин, экс-секретарь Симферопольского горкома партии у нас в гостях. Здравствуйте, Алексей Михайлович. Вот вы, мы знаем, участвовали в подготовке к созданию этой пластинки, аудиопластинки. Какие композиторы, какие артисты принимали участие? Ну, прежде всего, была в городе создана творческая обстановка. Все творческие союзы, союз писателей, композиторов, художников, скульпторов, все очень активно работали. В том числе, одним из моментов была подготовка, была идея написать песни о городе Симферополе к юбилею и издать грампластинку. Мы заказали песню Юрию Антонову, бар-певец. Когда я с ним связался, я говорю, что от нас требуется? Он говорит, ничего, у вас есть книжка с названием «Улиц Симферополя»? «И 120 рублей я вам пишу песню». Хорошо. Написал он песню, по телефону прочитал текст. А он был в Симферополе на тот момент хоть раз? Нет, он в Москве был. А, то есть этого не надо? Он выступал только уже на двухсотлетии, на стадионе. Приехал я принимать песню, говорит, где же там хоть город Симферополь? А он, говорит, на улице Каштановой песня называлась. Он говорит, вы знаете, если вы хотите, чтобы ваша песня один раз прозвучала, то давайте вставим город Симферополь. А если хотите, чтобы вся страна многие годы пела, то не надо. Песни мы приняли, потом надо издать пластинку. Поехал, вторая моя поездка была в Москву. В ту пору фирму «Мелодия» возглавил Валера Сухарада. А он бывший первый московского обкома комсомола. Мы одно время работали, я был первый крымского обкома комсомола. Поэтому не особо близкий друг, но знакомый был. С кем встретились? Да, встретились. Приехал я в Москву, вызвонил его в гостиницу, пришел в гости, я говорю, Валера, нужно издать пластинку. Ну, подчеркиваю. Нужны песни. Естественно. Он говорит, а когда? Говорю, через три месяца двухсотлетия. Он говорит, старик, ты что, очумел? У нас два-три года ждут очереди, чтобы пластинку написать. Я говорю, нет. Открыл вторую бутылку коньяка. Говорю, Валера, давай, пластинка должна быть. Ну, короче, он говорит, завтра утром позвонил. Позвонил, говорит, везите материалы. А на утром помнил, что ты обещал? Да, конечно. Привезли материалы, и пластинка эта вышла. Она была у нас в числе сувениров памятных. Имея статус столицы, Симферополь особо никогда не соответствовал шаблонным представлениям о большом административном центре. Относительно небольшая площадь города, минимум современных высоток, далеко не самая высокая плотность населения и небольшие уютные улочки. Тем не менее, в плане архитектурных и культурных объектов нам есть чем похвастаться. И многие из этих объектов были созданы именно к празднованию 200-летия столицы. О них детальнее мы узнаем у наших гостей. Это архитектор, член правления Союза архитекторов Крыма Ольга Ильинична Сергеева и главный инженер Крым-Зеленстроя Маргарита Владимировна Шаргина. Здравствуйте. Ольга Ильинична, я знаю, что вы непосредственно участвовали в подготовке некоторых архитектурных объектов и даже в свое время выиграли тендер. Дело в том, что в это время исторический центр Симферополя, он был такой, знаете, как собака весной. Вот такой грязный и такой белый, забрызганный. Вот он был похож на собаку весной. Но было понятно, что это красивые очень дома потенциально. То есть потенциал есть. Да, потенциально было понятно. И он хорошо сохранился к тому времени, центр Симферополя. И был такой у нас ужас. Дело в том, что эпицерия, дом Чарахова, вот возле пирамиды, которая... Согласитесь, это одно из красивейших зданий. Она стояла под снос для того, чтобы расширить проезжую часть проспекта Кирова. Мы тогда ушли за рамки конкурса. Почему мы не получили первый применение? Ушли за рамки конкурса. Ну, требовалось что? Требовалось там сквер какой-нибудь нарисовать. По благоустройству был конкурс. Кстати говоря, конкурсы проводить надо. Надо эту традицию закрепить. Чтобы было много мнений и выбирать лучшее. Конечно, да, чтобы был выбор. И мы тогда придумали пропустить пешеходов по подвалам. В этом здании есть подвалы и в соседнем. Ну, то есть опустить пешеходную часть, расширить проспект, куда надо за счет пешеходной части. И мы его разукрасили. Вот я вам скажу честно. Он никогда таким в своей истории не был. Но мы его в таких петухах нарисовали. Он был такой красавец, что когда жюри увидело эту планшет, вопрос сноса этого дома был... Отодвинут. Да, ну, не надо говорить отодвинут. Исключен. И сделали паспорта уже на оставшуюся часть города. На окраски. И вот я сегодня, кстати, впервые услышала, что это была финская окраска. Действительно, это были очень красивые фасады. Ну, и параллельно, конечно, шла большая работа по благоустройству. И я помню, и долго это продолжалось, очень долго. Я помню розы. Вот мне больше всего запомнились розы. Я спросила у Маргариты Владимировны, сколько было сортов цветов. Но вот вдоль Салгира розы на всех кольцах. Вот Московское кольцо, Куйбышевское кольцо, кольцо... Площадь Северной Кольцовой. Да, да, Советская площадь. Гостиница на Славе Симферополь утопал в розах. И в аромате роз. Вы понимаете? Это настолько празднично. Ну и, конечно, сама атмосфера. Слушайте, сколько было вкуснятины национально-культурной. На улицах, во время празднования Симферополя. Скрижаль поставили. Там записали людей, которые участвуют. К 200-летию Симферополя было, правда, много сил, много труда вложено людьми для создания архитектурных объектов. И в том числе ваш супруг. Я представлю одного из зрителей нашей программы. Это Таисия Шеремет, работник Крымнии проекта. Таисия Евгеньевна, ваш супруг тоже вложил довольно-таки много сил и труда. Вот расскажите, пожалуйста, какие именно объекты были созданы при его участии. Хочу сказать, что я сама тоже заслуженная архитектор и лауреат государственных и республиканских премий. Институт состоял 500 человек. Громадный институт. И было три мастерские. Вот наша мастерская занималась, в которой я с Полигеньким. Это набережная Сталгир, главпочта в то же время строился. Музучилище. И «Волшебница», и «Высотка». Вот как раз это лично мой авторский объект, который я здесь начинала. И здание горосполкома. Эти все здания как раз в 82-м, 84-м, они сдавались. Главпочтам, по-моему, попозже. Но я так вот все смотрела. Я принесла альбом даже, который институт готовил к 200-летию Симферополя. И те объекты, которые занимались. А вот третья мастерская, как-то тут незаслуженно обиженная, или Симферопольский отдел, который насчитывал 100 человек, в котором и работал мой муж, и Митюнин, и работали очень известные тоже архитекторы. Они занимались застройками. И вот в 82-м, вот здесь вот весь альбом посвящен, делали застройку Лермонтовского массива. Как раз вот мы там и квартиру получили. Макаренко лично нам дал квартиру там. Это 30 человек населения. Это было сдано как раз вот к 200-летию. Это школа в этом массиве. 3,5 тысячи. Самая крупная была тогда в Союзе. Знаете, если эту школу, которую сейчас все тоже стремятся. Вот. Это потом начались застройки маршала Жукова. Это 12 тысяч нижняя плата и около 20 тысяч верхняя плата. Школы, детсады. И вот почти каждый в этом, вот каждый стронгин, да, журналист, он каждую почти неделю приходил вот в Симферопольский отдел и брали интервью, и какие объекты сдаются, и какие строятся. Если вспомнить сквер Дубенко, колонны. Это сквер Дубенко в нашей мастерской был. Да, это делали как раз. Одну же колонну привезли из Ялты, насколько это было? Из Ялты, да, да. И скрижали. Это вот как раз под руководством Полигенькова. Это тоже знак. Я хочу еще сказать, что к 200-летию даже была такая фишка, что 200 объектов поручили нашему институту, 200-200 объектов, которые включали в себя, но не только такие крупные объекты, как участки набережной или застройки, а были какие-то элементы благоустройства. Я помню, муж меня 200 уголков. Да, и таскал меня то какой-то там кинотеатр, то какой-то открытый, то какая-то детская площадка, то еще куда-то вот это, то Малый Саугир, там участки тоже вводили, тоже еще помню, у нас собака напала, там еще собаками гуляют. Очень такие вещи запоминаю. И в принципе такая идея хорошая, да, так символично, 200 лет. Да, я еще хотела сказать, может, я бы это в начале была, мы бы не праздновали ни 200, ни 235 лет Симферополя, потому что в 1782 году основной склонялись сделать столицу Крыма, это Старый Крым. Близость Феодосийского порта и, в общем-то, название Старый Крым, да, но они, тогда Симферополь-то решалось на уровне правительства, в смысле царства, царят, но это было. И только уже 80, в феврале 84-го года было решено, в 1700, решено Крым, потому что Ак-мечеть, слияние двух рек, тогда это Великий Саугир назывался, мы его сейчас Малый и Большой называем, а тогда Великий Саугир и Малый Саугир, Ак-мечеть и Неаполь-Скифский перетянули решение основать здесь. Поэтому, может быть, мы бы сейчас отмечали в Старом Крыму. Маргарита Владимировна, Симферополь неоднократно признавался лучшей в плане озеленения лучшим городом. Так было. Как? Как? Надо много работать, творчески работать надо. Все равно считаю, что у нас очень зеленый город, у нас много красивых есть мест природных. А было еще лучше. Было еще лучше. Иногда сложно представить. Было очень хорошо. Как работали, как подбирали в конце концов растения? Все же подряд не посадишь. Зеленый, благоустроенный, благоухающий розами и цветами, красивый, чистый. Вот такой город встречал двухсотлетие. Ведь знаете, двухсотлетие как-то объединило всех симферопольцев, объединило подготовка к двухсотлетию. И люди работали настолько творчески. Все специалисты, которые занимались благоустройством города, не только архитекторы, но в том числе и озеленители. Ведь у нас был создан большой трест комплексного озеленения и благоустройства. То есть мы не только сажали деревья, как думают о зеленхозе, и называют зеленхозом, но и благоустраивали участки. Вот эти 200 участков нам нелегко дались. Вместами были проекты, но и 200 участков отдыха. Кроме парков и скверов, которые строились двухсотлетию. Эти 200 участков часто и не имели проектной документации. Вот улица Гоголя, Крайзера, Жуковского, Гоголя. Просто мы уже на свой страх и риск там делали благоустройство. Укладывали плиточку, устанавливали скамейки для отдыха людей, потому что целую улицу идешь, а остановиться негде, посидеть негде. Ставили там базы с цветами, если невозможно было, цветника большого сделать. Урны для того, чтобы кругом мусор не валялся. И получался чистый и уютный город. Понимаете? Вот это важно было. Важно было то, что делалось все в комплексе. Самое главное, что в подготовке двухсотлетию работал большой творческий коллектив архитекторов, озеленителей, руководителей всех предприятий, руководителей города, исполкома города. Предприятия и учреждения все занимались озеленением. Вы знаете, нам они не давали спокоя. Все просили помощь. Дайте им то, дайте им это. Только 85 предприятий, мы 85 предприятиям города оказали помощь в озеленении и благоустройстве в процессе подготовки к двухсотлетию. Маргарита Владимировна, обратная связь была, люди были благодарны, вы это чувствовали? Конечно, а как же? Они нам спокоя не давали. И это не только в Симферополе, по всей области так было. Даже председатели колхоза садились нам вот сюда и давайте нам специалиста своего. Вот такие, как приворотов. Дайте мне специалиста и все. Я не уеду, пока не дадите мне специалиста. И прямо сейчас в эфире нашей программы музыкальный подарок для гостей и зрителей в исполнении народного вокального ансамбля «Радуга». Песня «Радуга» Песня «Радуга» Песня «Радуга» Песня «Россия» При подготовке к празднованию любого юбилея имеет значение каждый элемент. Но наиболее заметной, как правило, становится именно культурная программа. Зрелищ для симферопольцев в дни празднования 200-летия столицы было подготовлено просто несметное количество. И одной из изюминок стало то, что сейчас бы назвали мегашоу «Мой солнечный город». События разворачивались на стадионе «Локомотив». Участие принимало несколько тысяч человек и местных, и приезжих. Но, в принципе, давайте подробнее поговорим об этом с человеком, который знает об этом событии очень много. Это Алексей Михайлович Анникий, экс-секретарь Симферопольского горкома партии. Здравствуйте. Добрый день. Алексей Михайлович, вообще при подготовке к культурной программы, к культурной части, какая, в каких формах была поставлена перед вами задача? Вы понимаете, обстановка того времени была такова, что вот такой неслыханный трудовой, нравственный, моральный подъем жителей города, он должен был чем-то завершиться апофеозом каким-то, потому что очень много было, и вот я курировал идеологические направления, документальные фильмы о Симферополе, почтовая марка о Симферополе, выставка художников, скульпторов. Чтобы духовная приподнятость была. Да, 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 открытие памятника Суворова, памятные скрижали и так далее, плюс то, что уже до этого товарищи... Памятные скрижали, которые у колонны в парке Дебенко. Да, да. Я писал там этот текст, эта идея была Покровского, первого игроком, он меня вызвал, когда мы один на один встречались, он меня по отчеству не называл. Говорит, Алешка, вот глянь, есть идея в Нижнем Новгороде, они открылись скрижали, у нас впереди двухсотлетие, может и мы сделаем. Говорит, нравится идея. Я через скульптору узнал, что в Ялте в Неликвидах была мраморная колонна белая, они готовили 150-летие ялтинского порта. Она осталась, мы завезли эту колонну, я подготовил текст, три месяца по ночам пришлось литературу читать. И на тексте, вот на самой скрижали, от рождения города Симферополя до последнего дня были поэтапно фамилии великих людей, причастных к созданию и развитию нашего города. Жаль, конечно, что сегодня там мы никогда не видим цветов. Ведь это лучшие люди. В ту пору, когда мы его открывали, в последующие годы там всегда были живые цветочки. Вообще, наверное, было бы символично и очень хорошо, если бы любое празднование Дня города стартовало именно возле этой скрижали. Это же поколение, это лучшие люди, там же не кто-то один, не какой-то руководитель города, да? Это поколение людей. Вот, дальше. Потом, я когда еще учился в Москве в аспирантуре Академии общественных наук, в 80-м году в Москве было закрытие Олимпиады. Я собирался возвращаться в Крым, потому что после окончания аспирантуры, как правило, оставляли на работе в аппарате ЦК, я попросился в Крым. И мне вот была мысль в душе, чтобы нам в нашем городе вот такое типа Московской Олимпиады, 60-го года, эта мысль у меня витала. В райкомах ходил, у меня был рабочий блокнотик, мысли, идеи, всякие наблюдения. И вот, когда меня в августе 81-го года избрали секретарем горком, это был как раз период самого активного, активной подготовки к празднованию двухсотлетия. И тут помог один случай. Где-то, примерно, за полтора-два года до празднования юбилея Киев праздновал 1500-летие. И вот наша делегация, самолет из аэропорта уже вылетал в Киев. Вдруг раздается звонок, звонит мне Коваль за фенхозоделом, говорит, Алексей Михайлович, немедленно на долевую стоянку в аэропорт. Там самолет, командующий флотом, летите с делегацией на три дня в Киев. Я как стоял в машину, так и поехал. Тогда же рассуждать некогда. Вопрос был поставлен. Я заеду, что-то возьму дома, рубашку. Моя задача, мне сказали так, мы по программе, там Киеву каждая область готовила подарок. Крымская область своими строителями построила рестораны, пивбар. Крым там открывали, я по своей программе. Когда было массовое мероприятие на Центральном стадионе Киева, мне было важно, я сам по себе уже работал. У меня была поставлена задача, делегация сама по себе, я сам по себе. После мощного эмоционального выступления на Центральном стадионе, театрализованного представления и концерта, я узнал, что главным его режиссером-постановщиком, талантливым, был шарварка Борис Григорьевич и художественный руководитель танцевальной ансамбля имени Вирского Вандух Мирослав Михайлович. Я нашел, встретился с ними. На второй день мы в Киеве встретились, говорили, ребята, ехать надо в Симферополь, ставить праздник, потому что только высокие профессионалы могут серьезные вещи сделать. На самодеятельном уровне это не проходит. Показал стадион «Локомотив», заключили договор с госполкомом оплаты их услуг. Потом сели и прикинули, что нам надо от города. Я тогда за голову взялся. Нужно 5 тысяч спортивных костюмов новых купить, 5 тысяч кроссовок, 10 тысяч экранов 5-6 видов фоновая трибуна, 500 флаштуков с нержавейки, оплатить концертную бригаду ведущих. Но самым сложным было то, чтобы все закуплено. Мы затраты переносили не только на бюджет города, но и на предприятия. Ну, представляете, это все раздавалось курсантам, студентам, учащимся техникум, профтехучилищам. У нас участников самого представления было 13 тысяч. Плюс 10 тысяч фоновая трибуна, которые картинки показывали. Режиссер-постановщик показывал цифру, и вот эти 10 тысяч, к примеру, карта Крыма из картинок или какой-то текст, скажем, Суферополю 200 лет и так далее. Самое сложное было, мы еще должны были приобрести костюмы, танец на большом стадионе. Это не 20, не 30, это 500, 600, 700 человек участвуют в станции. Их всех надо было обеспечить костюмами. Что было у нас собрали, что было в ансамбле Вирского, а танцоров не хватает. В общем, подготовка была масштабная абсолютно по всем направлениям. Что вы! Мы когда 600 человек выставили на репетицию, на завтра 200 человек приходят новые молодые, послезавтра 150 новых. Меня Шарварка как схватил за грудки и говорит, слушай, пацан, мы завалим праздник. Ты хочешь, чтобы я, я молодой еще был, ты хочешь, чтобы я тебе весь Симферополь научил танцевать? Собрал и в горкоме всех руководителей учебные заведения, мужики, или партийные билеты положите, или будут постоянные люди. Все, быстро пошло. Потом отрепетировали фоновые трибуны. Но все-таки сделали труппу танцевальную и научили. Короче, когда мы собрались 5 июня 1984 года на стадионе, сам праздник, а перед тем Щербицкий орден Трудового Красного Знамени городу вручил, знаете, я такого обилия людей не видел. По предблизительным подсчетам, сколько людей участвовало в празднике? Стадион 30 тысяч человек. На тот момент, да, 30 тысяч. 13 тысяч участников. На арене. В проходах, вот между секторами, все забито люди. Поверху, все забито люди. Вот казалось, весь город собрался, все чего-то ожидали. И когда ахнуло вот это все, 3 часа, люди не заметили, как время прошло. И Екатерина Вторая проехала, и Суворов, и Потемкин, тематические машины трудовых коллективов. Значит, знаменные группы, эти снержавейки, там 500 человек, курсанты военного училища. Потом ведущими были дикторы центрального телевидения. Приветствия из космоса, космонавты, которые летали, конкретно поздравляли Симферополь. Прямо из космоса? Из космоса, да, это все реальные вещи. Выступления ведущих солистов, Антонов, Ротару, Богатиков, Лев Лещенко и так далее, и так далее. Короче, когда это все закончилось, ну, были большие гости из Москвы из Киева. Ну, естественно. Да. Меня позвали на центральную трибуну. Центральную трибуну, там банкет был. Там, где випсек. Вы знаете, нашего брата никогда в жизни никто не хвалил. Но когда я зашел туда, поднялся Покровский, он открывал первым тостом. И говорит, я хочу извиниться перед гостями и высокими присутствующими. Говорит, ну, я хочу первый тост поднять за Аники Алексея Михайловича, который со своей командой нам подарил этот праздник. Впервые. Мне так неудобно, стыдно. Москва, Киев, там вообще большие. Потом поднялся Макаренко, говорит, Алексей Михайлович, здесь все члены Бюро обкома партии, мы приняли решение вас наградить почетной грамотой за организацию праздника «Мой солнечный город». Внесите представление, кто еще этого заслуживает. Ну, были люди, отметили, наградили. Вы знаете, я думала, что наряду с вами тысячи людей, в том числе и наши гости, получили слова благодарности за то, что они подготовили, провели этот праздник на достойном уровне. И мы тоже присоединяемся ко всем этим поздравлениям и благодарим вас. Вижу все благодарность. Благодарность, скорее, да, они поздравили. Я рассказал правду, как было все. Спасибо. К юбилею Симферополя готовились все, и чиновники, и рабочие, и рядовые граждане. Общими усилиями подготовительный этап был пройден весьма успешно. И вот настал финальный этап – непосредственное празднование. Оно прошло с размахом, ярко и, как говорили все времена, образцово-показательно. Заслуги города и горожан были отмечены множеством памятных знаков и наград. Одной из самых весомых стал Орден Трудового Красного Знамени, врученный городу. К слову, по всему Союзу такой наградой, кроме нас, могли похвастаться еще только 78 городов. Но поговорим все-таки о самом праздновании. В гостях у нас Ирина Ивановна Вдовиченко, директор Музея истории города Симферополя и бывший городской голова Симферополя Геннадий Александрович Бабенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Ивановна, помните, как проходило празднование 200-летия? Ну, я, в общем-то, не помню. Но со стороны-то наблюдали. У меня как раз в этом году родилась дочь, и поэтому я, так сказать, была занята другими процессами. Вот только уже потом ходили с колясочкой, вот по набережной гуляли. Но наш музей открылся в год 225-летия нашего города. И этим событием культурной жизни города Симферополя город отметил, это хорошая традиция, понимаете, отмечать юбилеи нашего города каким-то культурным таким событием. Ну, и сразу после того, как мы открылись, мы начали собирать экспонаты по истории города. И вот благословение Геннадия Александровича к нам понесли экспонаты, которые имели отношение как раз к 200-летию, празднование 200-летия города Симферополя. К нам пришел Алексей Михайлович Аникий и принес большущую коллекцию, большущую коллекцию, в которой были и сувениры, и альбомы, и книги. И вот уже упоминаемая выше хрампластинка, буклеты. Вот самый такой широкий спектр самых различных материалов, которые освещало вот это событие, празднование 200-летия города Симферополя. Еще хочу отдельно поблагодарить секретаря оргкомитета, или как называлось это, оргодел. Руководителя оргодела нашего горсовета, Руденко Марину Александровну, она передала, нашла в горсовете хранившийся там орден Трудового Красного Знамени. Да, и, кстати, вот наши зрители могут быть уверены, я сам стал свидетелем того, орден Трудового Красного Знамени, врученный к 200-летию сейчас на всеобщее обозрение выставлен в Музее истории города Симферополя. Любой вот горожанин, гости нашего города могут увидеть свидетельство славы, трудовой славы нашего города, орден Трудового Красного Знамени, который был сохранен и который вот сейчас демонстрируется в экспозиции Музея истории города Симферополя. Опять же, вот если повспоминать, какие, может быть, еще такие весомые памятные знаки, награды вручались в те годы? Городу, горожанам? Ну, не знаю, можно, Геннадий Александрович подскажет, да? Ну, дело в том, что я немножко расскажу о подготовке к 200-летию. В ту пору я работал с треем парткома производства Кожевина-Бувного объединения имени Зежинского, и было совместное заседание бюро горкома партии, исполкома городского совета, а потом на сессии городского совета было утверждено, значит, задание или поручение каждому трудовому коллективу города Симферополя. И мы вместе с директором, тогда директором был Царство Небесное Журулев Николай Михайлович, участвовали, значит, в большом зале, нам вручили паспорт тех объектов, которые мы должны были привести в порядок. Там колер был, значит, сроки были, в общем, все необходимые нам материалы. Надо отдать должное Алексею Михайловичу Аникию. Он использует свои, ну, я так понимаю, наверное, личные связи. Административные возможности. Ну, там, скорее всего, личные. Почему? Потому что в город, по его просьбе, был завещен большой объем финской краски. Финской краски, которая, в общем-то, ну, очень крепко держалась. И вот все дома, центральные части нашего города, были покрашены именно этой финской краской. Я такого прекрасного города ни до того не видел, ни после того. Это было просто что-то изумительное. Город, каждое здание заиграло. Ведь у нас очень красивые здания, но когда их выкрасили в разные цвета, подобрали, значит, специально дизайнный совет такой проходил, то город вообще прекрасно был. Мы выполнили свое задание, как и все трудовые коллективы. И еще одно дело меня, так сказать, может быть, связывает с этим делом. В пятницу, когда был митинг и торжественное собрание в Украинском театре и вручение ордена, мне было доверено на площади Ленина зачитать благодарственное письмо в адрес ЦК КПСС, значит, Совета министров СССР, ВЦСПС, за то, что от горожан, что вот город, значит, получает такую высокую награду. Ну, и у меня еще и личные ощущения. Я жил там недалеко, возле моста, и, по сути дела, все эти объекты, там же раньше как было? ДСО «Спартак», вытрезвитель, душевые, танцплощадка, все это происходило, реконструкция происходила на моих глазах. Тогда же строился музыкальное училище, значит, пятиэтажный дом, волшебница в то же время строилась, то есть целый комплекс. Если не ошибаюсь, и Дом культуры профсоюзов как раз в то же время возродился. Дом культуры профсоюзов, он немножко дальше, а я имею в виду... Да, между мостом по улице Шмидта и по проспекту Кирова. Вот, и после проведения... А, еще на следующий день, в субботу, я в 10 утра заступил на круглосуточное дежурство по городу. Вот, была такая форма работы. Вот, ну, часа в два появляется в приемной Эрик Константинович Покровский вместе с Владимиром Васильевичем Щербицким. Я доложил, что в городе происходит то-то, то-то. Как раз мы срочно... Нужно было разгрузить 200 вагонов. Мы, так сказать, дополнительные силы приняли, оздоровались. Владимир Васильевич меня прекрасно знал. Он мне год назад до этого вручал диплом с отличием по окончанию высшей партийной школы, уточнил, как работаю, какие мысли, что, чего. Ну, они там посидели, поговорили, и где-то в полпятого вышли, поехали на стадион «Локомотив». То есть на стадионе мне, к сожалению, не довелось участвовать. Но все, что касалось, ну, скажем, забот по городу, легли на мои плечи, и мне пришлось в течение суток чутким взглядом разруливать, потому что не хватало еще, чтобы в праздник какие-то бы у нас, ну, ЧП были, или еще какие-то неприятные дела. Вот. И у меня, я еще когда на Фиоленте работал, вот у меня такая мысль закралась создать музей истории города. Еще тогда? Да, еще в 70-е годы на Фиоленте, потому что много было интересного. Мы поисковую работу вели по трудовым династиям, по испанцам, по партизанскому движению. И вот такая мысль у меня была. И когда я работал руководителем города, значит, вот такую идею притворили вместе с моими работниками, мы в жизнь. Сопротивление было очень сильное, потому что здание, вообще-то, находится напротив, в самом центре города, напротив, скажем так, дворца бракосочетания. Вот. Вот. На это здание многие, так сказать, хотели положить свой глаз. Да. Но мы отстояли полтора года. Такая вот была неразбериха. Но к юбилею, к 2025 году, мы его открыли. Причем пугали, что все экспонаты вы будете покупать. Никто вам бесплатно ничего не принесет. Значит, мы спорили и сделали. У нас в зале есть один очень интересный человек, который, я думаю, что много интересного поведает нам. Поведает нам это краевед Александр Шилко. Александр Александрович, здравствуйте. Ну, в принципе, мы знаем, что не секрет, что в арсенале у краеведа всегда есть какие-то истории, какие-то легенды, либо о каком-то месте, о какой-то достопримечательности, либо о каком-то событии. Да. Ну вот о событии двухсотлетия Симферобли есть? Двухсотлетие Симферополя, да, конечно, это серьезный юбилей, это две сотни лет, но, в принципе, наверное, можно это время для Симферополя назвать самым прогрессивным, потому что это был всплеск активности и строительной, и экономической, и это была 11-я тогда пятилетка Советского Союза, и все предприятия города активно участвовали в социалистических соревнованиях, они выпускали как можно больше продукции, перевозчики, как можно больше перевозили, значит, не только жителей города, но и, скажем так, межгородские перевозки. И стоит также отметить, что именно этот период, 80-е годы, это когда Симферополь был победителем самых серьезных всесоюзных соревнований, он был самым зеленым городом, он был самым благоустроенным городом тогда Советского Союза среди всех республик. То есть можно было... Причем неоднократно он подбежал в доминацию «Лучший зеленый город». Да, это были первые места подряд. Вам тогда на тот момент сколько было лет? Ваши воспоминания? Мне было 12 лет. Я помню большой концерт на стадионе, тогда он назывался «Локомотив», и действительно там были звезды эстрады, там и, если я не ошибаюсь, и Ротару была, и вот тот же Антонов приезжал, Богатиков. Действительно для Крыма Богатиков это имя, то есть человек, который здесь потом остался жить фактически именно в Симферополе, поэтому это было большое событие, снимались фильмы по телевидению, причем это было на всесоюзных каналах, это было не так, что, допустим, сегодня, как правило, мы видим фильмы о Симферополе именно в Симферополе, в Крыму, а это было на весь тогда Советский Союз, это было большим событием. Конечно, сейчас наш город нельзя сравнить с тем, каким он был. Я работаю на железнодорожном транспорте и очень это хорошо вижу и ощущаю, когда подъезжаю к городу Симферополю, я вижу его распахнутые как бы паруса, вижу там новый микрорайон появился в юго-западной стороне, на западной стороне, юго-восточной стороне. Вы знаете, просто сердце радуется, когда видишь все это и видишь, что это сделано руками наших тружеников, горожан. Чайка белая ПЕСНЯ 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 Безусловно, каждому городу есть чем похвастаться. У каждого есть свои памятные истории и даты. Сегодня мы рассказывали о городе, который наверняка отметит еще множество своих юбилеев. И благодаря своим жителям еще неоднократно напомнит о себе. Симферополь – город, который стал неотъемлемой частью жизни многих из нас, а мы стали частью его истории, чем и можем гордиться. Сегодня мы вспоминали лишь небольшой фрагмент. Впереди еще не одна история о Симферополе, которую мы с удовольствием вам поведаем, но уже в следующих выпусках. Это была программа «Крымские истории». До встречи в эфире.